доброе утро друзья проверяем по традиции связь пожалуйста поставьте плюсики в чате если вы меня видите и слышите и видите слайды отлично я вас приветствую сегодня утро понедельника 25 сентября 2017 года и меня зовут елена витюк я думаю что многие меня знают и сегодня мы с вами будем говорить о ораторском искусстве и о секретах мастерства публичных выступлений на самом деле друзья это очень важная тема в нашем бизнесе когда мы говорим об ораторстве если это публично выступление со сцены либо это спикерство когда вы вещаете на веб-камеру ведете какие-то вебинары может быть либо просто записывать ролики для вашей целевой аудитории либо вы просто проводите встречу на два три пять человек 10 человек а может быть это и просто личная встреча с одним человеком всегда очень важно иметь навыки навыки публичных выступлений навыки ораторства потому что друзья на самом деле если ваш доход если ваш доход зависит от того насколько вы умело и грамотно коммуницируете зависит от того как вы говорите не столько того что вы говорите сколько того как вы говорите то вам обязательно нужно совершенствовать свой навык публичных выступлений навык ораторство и если говорить о братарстве то на самом деле у нас у всех друзья с детства есть потенциал то есть мы рождаемся дети непосредственно вы знаете они могут говорить часами выступать читать стихи с табуретки и проходит время кто-то когда-то их обидел кто-то что-то не так сказал может быть родные может быть где-то в детском саду может быть дети школа да когда вот вот это наше стремление вот это наше желание сама выразиться как-то погашается притупляется кем-то и соответственно уже к такому взрослому возрасту сознательный человек приходит уже с буквально с 30 процентами этого потенциала и вот в этом вся грусть если говорить обо мне то я в последнее время даже в фейсбуке часто вот посты пишу о по ораторском искусстве у публичных выступлений потому что эта тема для меня стала на действительно такой вот важной и нужной бизнесе я это поняла я поняла что мне это интересно я хочу совершенствоваться в этом хочу развиваться в этом я помню себя еще с детства то есть я любила всегда говорить если там в детском саду или в школе задавали какие-то стихотворения выучить мне всегда это нравилось там стать на табурет куда и прочитать стих и чтобы там тебя похвалили грубо говоря или вот еще даже вспоминая на публику тоже буквально даже дошкольный возраст агитплощадка тогда еще советский союз и ну представьте агитплощадка довольно такие приличная аудитория до человек порядка 200 было и я помню как сейчас как я выхожу на сцену образную такую сцену и произношу голубь мира сизокрылый в небе солнечном летит нет такой на свете силы чтобы сбить его с пути забавно да я вот сейчас вспоминаю помню до сих пор потому что это стихотворение и на самом деле повторяла миллионы раз и мне очень нравилось его звучание мне очень нравилось звучание моего голоса я поняла вот сейчас когда я разбирала еще снова возвращалась уже углубляясь в теорию темы публичных выступлений я поняла что мне это в принципе всегда нравилось но где-то вот понимаете да вот они так посмотрел коса кто-то не похвалил кто-то вообще за фукал и мы начинаем вот стесняться выходим на сцену или даже в личном общении с человеком начинаем запинаться и иногда замечаем что вот мы общаемся с человеком и все время возникают какие-то темы для общения иногда бывает такое что вот встретился с человеком и думаешь боже что ж ему такое сказать когда вообще нет никаких тем для коммуникации у меня к счастью уже прошел этот период на самом деле когда вы развиваетесь когда вы многим интересуетесь то вам с любым человеком в принципе есть о чем поговорить но сейчас мы говорим конечно о нашем бизнесе о том как выстроить эту коммуникацию с человеком как направить ваш разговор так чтобы состоялась продажа потому что все равно итогом целью всей коммуникации в нашем бизнесе это конечно же является продажа и вот друзья давайте с вами немножко поактивничаем поставьте пожалуйста в чате единички те кто любит говорить говорить со сцены говорить на камеру может быть вы снимаете селфи там видеоролик и поставьте пожалуйста двоечки те кто жутко этого боится вот каждый раз каждый раз это такой страх вызывает единички лариса наташа хатуна андрей один да каждый раз страх у меня друзья не то что люблю умею да кто-то боится кто-то любит реально кто-то получает кайф а здесь вот тоже я эту тему разбирала недавно вы выходите на сцену и как вы вещаете здесь вопрос если вот так в двух словах до энергии зала когда вы умеете использовать эту энергию на свое благо то есть вы выходите тоже определенная энергия у вас есть люблю и боюсь на самом деле страх это такое ощущение которое может быть это не совсем страх это просто те ощущения те эмоции которые возникают у нас которые просто являются похожими на те же ощущения которые возникают когда мы чувствуем страх а на самом деле это может быть своего рода возбуждение такой экстаз воодушевление вот такая своего рода энергия которую просто нужно со знака минус перевернуть в знак плюс когда вы говорите на аудитории вот этот страх если вы проявляете уверенность и с энергией говорите с аудитории то вы грубо говоря питаетесь даже от зала и когда вы видите эту обратную связь ваша энергия только усиливается или наоборот может быть ситуация когда вы вышли вы испугались где-то запнулись увидели что зал конечно же отреагировал соответственно что что-то там какой-то странный оратор как-то посмотрел на вас коса и что в итоге вы теряетесь еще больше и хоть еще больше минус может быть и такое у меня еще иногда так происходит адреналин так и происходит адреналин еще тот да именно адреналин потому что это тот гормон который вырабатывается когда мы ощущаем страх но не всегда страх то есть своего рода азарт когда вы общаетесь с людьми своего рода даже вот азарт но по составу ну по тем гормонам которые выделяются по тому ощущению которое вы испытываете это в принципе то же самое что вы испытываете когда чтобы чувствуете когда испытываете страх и давайте опять таки задам вам вопрос друзья что такое страх вот что вы чувствуете какие эмоции какие ощущения физические проявления может быть эмоциональные проявления напишите в чате вот но одним двумя словами что вы чувствуете ощущение эмоциональные как это выражается и как наше тело реагирует на это как наше тело реагирует на то что тот же адреналин вырабатывается да например что вы чувствуете когда вам страшно когда вы выходите на публику что это такое какие ощущения возникают жду пока вашей обратной связи что это вообще может быть вот вы вышли на сцену и страх это может быть вы начинаете голос там где-то начинаете запинаться может быть вы начинаете заикаться может быть вообще теряете голос то тоже психосоматика срабатывает когда вам вроде нужно выступить но вы этого боитесь и организм буквально блокирует вот ваши голосовые связки вы просто теряете голос не можете ничего сказать он тухнет сипнет вот такое людмила стоп а то всходит до выделяется сжимание внутри вот так как вот такое ощущение вроде бы хочешь что-то сказать а все сжалось даже горло сжалось поэтому вы не можете произнести ни слова порой иногда до ладошки потеют волнение всегда независимо от опыта и количество выходов на люди да на самом деле это всегда так я не так давно спикер но если не считать конечно вот этого удачного опыта из детства который я пронесла скажем так через всю свою жизнь тем не менее каждый раз даже вот сейчас ведя этот вебинар я волнуюсь переживаю ночь я не сплю нормально перед вебинаром буквально до того самого момента как я нажимаю кнопку прямой эфир и все тогда я уже кайфую до условно говоря просто получаю удовольствие и все происходит само собой парализует и забываю что надо сказать да и даже память блокируется все организм блокирует учащенное сердцебиение до адреналин потому что вырабатывается начинает сердце чаще биться мышцы сжались кровь приливает конечностям чтобы убежать вот та та самая нам с вами знакомая психосоматика когда эмоциональное состояние еще на физическом плане проявляется вот ну а конечно давайте с вами пойдем дальше и поговорим о важности навыка коммуникации в продажах навык коммуникации напрямую влияет на то сколько денег людей и идей вы привлечете для реализации своей цели я здесь такую вам схемку представила я сейчас объясню что она означает вот представьте себе что ценность вашего продукта вот возьмем допустим баночку не вода есть определенная ценность у этого продукта предположим что это десятка вот и на десятку есть потенциальный покупатель который воспринимает определенным образом ваш продукт он его еще не знает но тоже по шкале если это 1 до 10 единица это минимум ну или 0 до скажем так а 10 это максимально насколько он может оценить ваш продукт при этом семерки условные опять-таки друзья семерки будет для достаточно для того чтобы он этот продукт купил то есть если он его для себя оценит на семерку эту ценность для себя примет как 7 то он готов его купить и что происходит дальше вот видите вот это вот стрелочка до шкала посреди между ценностью вашего продукта и условиям покупки между десятка и семерка это своего рода коэффициент передачи вами ценности образно говоря скажем так потому что он может быть равен единице если ценность вашего продукта 10 и вы так передали человеку цены что грубо говоря на единицу и человек и круто единица умножить на 10 получается он на десятку тоже воспринял он понял ценность вашего продукта он хочет его купить конечно бывает такое что есть люди которые продадут и лысому расческу и даже тому человеку который не думал покупать продадут то что о чем он и в принципе даже представить себе не мог когда то есть коэффициент тогда уже будет больше единицы и конечно же человек даже этого не хотел но все равно купит но чаще бывает так что мы с вами опять-таки боимся продавать жареные гвозди до купи жареный гвозди много-много всяких примеров и вы может быть тоже за собой замечали что как приходите домой блин но я же не собирался это покупать почему это сделал эмоциональная покупка откуда возникает эмоции потому что правильно была сделана продажа продажа была сделана таким образом что вы захотели этого купить даже учитывая то что до этого момента никогда не слышали об этом продукте вот если этот коэффициент передачи вами ценности ниже единицы там 0908 то есть вы вроде бы как говорили но учли скажем так нет не то чтобы о всех качествах продуктах не хорошо сказали то есть вы сказали что здесь там 50 процентов натурального сока что здесь еще там группа витаминов b витамин c он вообще там мало калорий содержит это супер продукт дает энергию сексуальность и прочее 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 а человек может быть это не искал вы не учли потребности человека когда пытались ему продать этот продукт когда мы говорим сейчас о продаже продукта это я просто образно выражать потому что мы продаем всегда что-то продаем во время коммуникации мы продаем идею мы продаем бизнес или бизнес идеи мы продаем себя как бренд как личность или мы продаем продукт сейчас я просто взяла продукт как пример вот даже конкретный этот пример да если мы не учили потребностей нашей целевой аудитории того человека с которым мы коммуницируем и соответственно вот этот коэффициент 5 до 0403 то соответственно 10 умножить на 05 это будет всего лишь 5 а условия покупки для него 7 чтобы он захотел и сказал да я готов выложить свои деньги я готов либо он согласился на какую-то сделку на какое-то условие человек согласился на встречу да к примеру вы приглашаете человека на мероприятие в одессе как нужно его продать чтобы человек захотел туда прийти какие у него ценности учили в эти ценности когда делали продажу что он хотел в тот самый момент вот в этом и важность целевой аудитории и определению его потребности и более конечно тоже даже в первую очередь более и так человек не покупает семерка не выполнена он не покупает соответственно вот этот вот навык передачи ценности очень важен то есть то какую ценность вы передаете напрямую влияет на то какие ценности вы в итоге получаете то есть деньги до в кошельке на тут посмотрите сколько вы заработали за текущий месяц это будет свидетельствовать о том насколько вы умеете передавать ценность то чем вы занимаетесь вот такой будет для вас критерий поэтому потому что наша с вами задача не просто говорить а все таки продавать идею бизнес продукт себя бренд и продавать это непрерывный процесс я не идеально друзья но я делаю то что мне нравится я делаю это регулярно я делаю это постоянно постоянно совершенствуясь давайте поговорим об ошибках какие ошибки чаще всего совершают начинающие ораторы спикеры люди которые общаются с публикой выходят на сцену либо просто ведут встречу и коммуницирует уже с человеком напрямую и вот одна из ошибок первая ошибка это страх мы уже о нем поговорили часть до части как выражается страх как он выражается на эмоциональном уровне как потом этот эмоциональный уровень дает нам такую отдачу на физический уровень потные ладошки до сжимание такое когда мы не можем ничего сказать вымолвите слова не то чтобы продать даже мозг сжимается и все уже не может нам передать ту информацию которую мы хотели правильно красиво продать куда-то может до определения потребностей тут хоть бы вспомнить что входит в этот чудесный продукт а вы еще говорите о потребностях все сжато я уже не понимаю зачем мне вообще сюда пришел зачем я понимаю и наверное только эту цель и преследует так страх об этом мы поговорили но нужно же понять что нам с ним делать с этим страхом итак первый пункт это конечно же подготовка потому что друзья ну что сказать если вы не готовы к встрече если вы не готовы к тому чтобы записать короткое видео если вы не готовы к тому чтобы выступить на определенную аудиторию 3510 человек и больше если вас случайно фэрман гранд отели позвали на сцену и сказали ну вот расскажи как ты съездил в амстердам да например или вот в прошлом году мы были в риме и вызвали нас на сцену расскажите как вы съездили в рим как вы поеду прокатились по европе и нас вышло тогда несколько человек ребят которые были в риме и вообще в поездке по европе все красивые футболках одинаковых и каждый что-то сказал друзья это было может быть круто волновался там кто-то что-то говорил слаженно но это не был экспромт мы были предупреждены что друзья подготовьтесь пожалуйста подготовьтесь вас вызовут на сцену и будьте добры что-то скажите проявите свою эмоцию расскажите другим людям почему им стоит ехать в такие поездки почему нам стоит с вами ехать сейчас милана восьмилетие компании это было у нас просто такая поездка в рим просто мы решили поехали на мероприятие сейчас это важное мероприятие вот чтобы это донести эту ценность тоже своего рода продать таким же партнером как и мы после казалось что не сказал самое важное да бывает такое что что-то готовишься думаешь позже столько всего как то сказать сказал это 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 еще что-то с импровизировал в итоге бумс ах вот это еще самое важное хотел сказать вот год бы можно было вернуться в автосохранение да и повторить повторить и вставить вот это самое козырное самое продающее слово самую продающую фразу или ту эмоцию которая почему-то в этот момент в состоянии сжатия вылетела в итоге с головы поэтому друзья подготовка если вы готовы то вы уже если даже не говорите по бумажке там вы все равно идете по определенной структуре речи у вас есть определенная выстроенная структура по ней идете читаете мысленно читаете да импровизация это конечно хорошо но если вы готовы если вы подготовлены вы будете переживать гораздо меньше чем вы вышли вы даже не знаете о чем говорить и начинаете на ходу что-то придумывать ну и конечно это не всегда выглядит хорошо не то чтобы идеально даже сносно или хорошо поэтому готовимся друзья конечно если бы сейчас например мне сказали вот давай расскажи об ораторском искусстве что ты знаешь вообще об этом да я кое-что знаю об этом да я практикую да я проходила тренинг по ораторскому искусству но если бы я не подготовилась если бы я не знала о чем я буду с вами говорить наверное была бы такая странная импровизация просто бла-бла-бла его да да но мы все-таки с вами говорим структурные разбираем основные элементы частично теорию конечно же практику я вам тоже дам друзья обязательно конце поэтому будьте до конца следующий пункт как преодолеть страх это выход из зоны комфорта наша любимая нелюбимая фраза потому что нам часто и говорят мы сопротивляемся почему я должен выйти из этой зоны комфорта что в данном контексте означает выход из зоны комфорта это означает что нам нужно делать просто делать то что мы не любим делать а именно говорить и не то чтобы не любим мы боимся нам страшно нам некомфортно каждый раз сам процесс подготовки нам некомфортно состоянии когда вы только буквально вот это вот старт такой так как только вы подошли к старту и вам нужно начать вот это вот страх как я начну и дальше когда получу обратную связь как это будет выглядеть вот это вот некомфортно потом вы начали постепенно постепенно начали получать энергию зала начали заряжаться этим и больше отдавать соответственно я вывела кстати для себя такую формулу она мне очень нравится то есть я прорабатывала информацию по этой теме и уже с учетом собственного опыта вывела для себя такую форму что например вы выступаете перед аудиторией там 30 человек и отдаете условно говоря одну единицу энергии а получаете 30 единиц энергии обратно если три человек сидит представляете какая отдача и тогда вы настолько заряжаетесь именно поэтому человек после выступления как правило возбужденный эта энергия может быть конечно и с противоположным знаком то есть либо это плюс 30 либо это если зал вас зафукал вы что-то изначально там тоже пошли не с энергией в плюс а может быть со страхом вот этой энергии минус начали получать такой же минус и в итоге получили вообще страшно провал это был провал да например поэтому друзья чтобы этого не было как можно больше 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 практикуем говорим 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 на камеру говорим о бизнесе просто перед зеркалом даже встаньте и говорите подготовьте какой-то вот 30 30 секундную презентацию своего бизнеса и проговаривайте и чтобы она у вас уже просто вылетала вот чтобы от зубов отскакивала чтобы как говорится вас разбудили ночью вы вывалили эту презентацию и продали даже тому кто вас вздумал разбудить среди ночи поэтому постоянная постоянная практика на камеру с людьми проводим встречи как можно чаще общаемся говорим по телефону как можно чаще согласитесь со мной что гораздо сложнее вернуться в то же самое состояние в котором вы были изначально если вы сделали какой-то перерыв то есть вы были в потоке что-то делали 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 потом ушли прекратили уехали в отпуск там вас накрыла например печалька и все вы выпали потом думаете ну все надо возвращаться и что еще заново опять вы откатываете этот так сказать пройденные этапы заново проходите поэтому постоянно постоянно все это делайте развивайтесь и вы будете совершенствоваться все лучше и лучше вот не так давно я была кстати на тренинге по публичным выступлением по ораторскому искусству я просто была впечатлена этим тренером я была впечатлена его манерой и как он говорит я даже реально я даже не помню что он говорил то есть какие-то тезисы там какие-то слайды были я не помню что он говорил вот так как он говорил я считывала каждое движение его бровей глаз куда он смотрел что он там двигал рот как двигался руки естественно тоже как он себя подавал вот эта подача все это считывал и конечно же примеряла на себя поэтому о чем я это к тому что сейчас я посмотрела на него такого потом я пришла домой думаю но мне нужно еще что-то увидеть из его материалов зашла в youtube начала смотреть кое-какие ролики и думаю жили это он год назад а latter hoodوا видел годичной давности но совсем не то то есть это из разряда как артём нестеренко всем знаком же артем нестеренко поставьте чате двоечки кто знает артёма нестеренка они лично но так знает кто и такое на это как артём нестеренко не так давно выставляла свое видео 2004 года это бред мой первый ролик но это очень смешно ролик действительно то как он выглядит так как он подачу делает но это забавно и сейчас как он говорит ну это совсем два разных человека точно так же вот этот спикер на тренинге по ораторскому искусству тоже настолько он за год прокачался друзья это все ждет нас с вами если конечно же мы будем продолжать 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 делать делать говорить говорить и говорить следующий момент снизить уровень адреналина в крови почему говорим об адреналине потому что как мы помним страх это резкий выброс адреналина в кровь и соответственно все эти вот ранее перечисленными эмоции ощущения и физические проявления которые не очень приятны хотя адреналин зачастую вот когда там человек путешествует какие-то экстремальные виды спорта он кайфует от этого адреналина когда мы находимся на сцене вот этот адреналин он может нам давать физические проявления поэтому нам нужно не совсем приятные физические проявления приседания классно помогает вот андрей да именно об этом сейчас говорим каким образом можно снизить этот уровень адреналина во первых без нагрузка да андрей горит вот он приседает отжимаемся приседаем чуть побегали что-то сделайте с собой чтобы этот адреналин ушел какую-то небольшую физическую нагрузку дальше эмоция что имеется ввиду это вызовите у себя какую-то эмоцию радость печаль гнева то есть выйдите на сцену с какой-то эмоции может быть где вы могли бы вот этот адреналин вылить да скажем так то есть если знаете да наверно таких ораторов которые просто в гневе выходят и начинает что-то там говорить яростно там что-то доказываю особенно это в политике часто встречается я уже давно не смотрела мне трудно приводить примеры из политики но тем не менее наверняка гневных ораторов вы видели это вот так вот выходит у них адреналин и соответственно когда вы в этой вот эмоции вы вообще забывайте напрочь про страх и про то что где-то там был адреналин он куда-то девается еще одно один хороший совет это размять лицо сделайте там какой-то массаж уже своего рода физическое воздействие вот еще на картинке видите бывает советуют когда вы выходите к саму представьте что вязал сидит голый но это знаете тоже такой совет из разряда полу юмористических отчасти это помогает когда вы видите представьте вы ходите рассказать и компания джан с глобал и тут у вас голый зал и вы сидите думаете ли вы о продукте или о том как у кого что выглядит тоже мужчины и женщины тоже могут немножко уйти в другие размышления и уйти от темы зачем мы вообще сюда пришли если представлять голыми до людей поэтому такой способ может быть кому-то помогает то возьмите на заметку попробуйте по крайней мере если не пробовали до этого давайте дальше пойдем ошибка номер два театр они бизнес и в этом контексте хотелось поговорить вот о чем это когда вы выходите своей аудитории либо вы общаетесь например просто с человеком и забывайте о том что ваша цель все-таки продавать продавать себя продавать свою экспертность продавать свой бренд продавать свой продукт компанию и преимущества что угодно другое но не играть импровизировать и просто самовыражаться то есть вы можете классно вообще сделать презентацию будете получать удовольствие самолюбованием заниматься но продажи не совершите а наша цель все-таки главная продажа вы же понимаете да друзья что когда я говорю о продаже и не имею ввиду только продажу нашего продукта пользуясь случаем каждый раз когда буду говорить о продаже буду делать глоток это мне такое будет напоминание чтобы быть в энергии и так загадка снова будет интерактив друзья напишите пожалуйста в чате буква слова которое забрало уже не один миллиард долларов как вы думаете что это такое буква слово вот такая вот не сложная загадка как вы думаете что это за буква и что это за слово которое в продажах забрало уже не один миллиард долларов я андрей ты наверно знал ответ елена правильно друзья это я когда вы общаетесь со своей целевой аудитории забывайте о ней самой помните о себе забываете о ней самой не подсматривал честно вы забываете о самой целевой аудитории друзья это часто случается вот нам бывает говорят делать такие рекомендации что когда вы общаетесь потенциальным партнером или клиентом то приводите примеры и мы приводим примеры я тоже люблю говорить о себе приводить примеры свои опять-таки с какой целью для того чтобы показать что у меня с моей целевой аудитории есть определенные точки соприкосновения круто я и зачастую мы настолько увлекаемся вот этой вот этими примерами о себе что реально даже уходим разговоры о себе вот я это сделал а вот я а вот я это съел а вот я это выпал это люблю продажа я когда вот я раньше был и мы все время говорим о себе но нам чаще все-таки друзья мы же не в театре мы же делаем бизнес мы не только демонстрируем какой мы весь из себя мы привели пример конечно же и своей жизни мне больше нравится давать примеры других людей да это тоже хорошо вот тот человек например это для примера а себе тоже стоит сказать почему потому что нам нужно показать нашу близость что общего нас наши целевой аудитории поэтому в первую очередь задаем вопросы чтобы понять что у нас общего а затем уже покажем а вот у меня тоже например но опять-таки друзья не уходите сильно вот в это опять-таки самолюбование пусть не очень такое слово да хорошее но тем не менее имеет место быть у меня она тоже имеет место быть поэтому я знаю о чем говорю поэтому всегда говорим с позиции потребностей и конечно же болей нашей целевой аудитории определите что у нас общего можно определить Опять вопрос, как мы можем определить, что у нас общего с нашей целевой аудиторией? Откуда мы знаем? Как мы можем узнать, что у нас общего? Есть ли у нас общий джаргон, например, какие словечки употребляет человек? Хатуна – это вопрос или имеется в виду задавать вопросы? Потому что, да, нам нужно задавать вопросы. Задаем вопросы, говорим о себе чуть-чуть, немножко, не углубляясь, для того, чтобы понять, что нас сближает, и задаем вопросы. Обращаем внимание на то, какие примеры приводит наша целевая аудитория, человек, с которым мы коммуницируем, какие у них цели, совпадают ли наши цели, наше видение. Проводим некую параллель с нашими целями и целями того человека. Какие там враги у нас, например, общие, может быть, да, условно говоря. Ну, враги – это не значит, что враг в буквальном смысле этого слова, да, вот что-то какая-то неприязнь к чему-то, что-то предпочитает, что-то не любит, например, условные враги. Может быть, это гамбургер, да, наш враг, грубо говоря. То есть, когда мы общаемся с нашей целевой аудиторией, всегда исходите с позиции ее потребностей, ну и, конечно же, болей. Также очень важно учитывать возраст человека, пол, конечно же, пол, с кем мы говорим, мужчина, женщина, возраст, время суток и прочее. Потому что нам нужно приводить аргументы или общаться с позицией либо логики, либо эмоции. Логика или эмоция, друзья, вот тоже такой важный момент, о котором хотелось бы поговорить. Почему? Например, вот мужчины, женщины. Кто мыслит с позиции логики больше? Вот кто чаще мыслит с позиции логики, а кто с позиции эмоции? Напишите в чате, как вы считаете. Логическое мышление у кого больше преобладает, да, превалирует. И у кого, кто больше на эмоцию? М, логика, да. Хатуна, мастер сокращений, я вас понимаю. Мужчины более, да, более логически мыслят мужчины. Ну, женщины тоже мыслят логически, но, тем не менее, преобладает логическое мышление у мужчин. То есть, реже вы мужчину на эмоции, там, к чему-то побудите. Женщина эмоция, да. Вот, поэтому возраст также. Вот молодёжь, например, там чаще, конечно, молодёжь, например, на эмоциях больше принимает решения. Там люди уже постарше, такой уже возраст. Например, вот я могу принимать решение, мне 36, я могу принимать решение как с позиции логики, так и с позиции эмоций. Но чаще вот та самая мгновенная покупка или спонтанная покупка, та самая, она зачастую как раз и происходит с позиции эмоций. Почему? Вот захотела, да, и всё. Вот я решила, увидела, захотела. Логику я уже потом дальше докручу. Как правило, эмоция всегда мне даёт самый правильный вариант. А логика уже дальше подтянется, скажем так, и всё оно сложится. Время суток, опять-таки, утро, день, вечер. Утром, например, человек мыслит там с позиции логики. Может быть, я, правда, утром не мыслю ни с какой позиции. Уже обед очень эмоционален. Часто, да, мы совершаем вот эти спонтанные покупки именно с позиции эмоций. Обед – это логика, то есть мы работаем. Но время, имеется в виду afternoon, да, когда уже время до вечера. Там, к примеру, со времени второго завтрака и до вечера мы в основном мыслим с позиции логики, да. И эмоции. Снова вечер, мы расслаблены, пришли домой, мы мыслим с позиции эмоций. Допустим, мы идём вечером где-то мимо магазина, и что-то увидели, и вот мы расслаблены, мы захотели и купили. Поэтому обращайте внимание на это. Вот вы тоже видите на картинке здесь приведены такие характеристики. Разделяйте, там, с кем вы общаетесь. Там молодой человек, там, 18-25 лет, либо 25-35 лет, 35-40. Что они хотят? Что они хотят? Не придумывайте, спрашивайте. И уже дальше для себя такую, ну, некоторую закономерность выстроите. И будете понимать, как опять-таки правильно продать. То есть давать аргументы, какие больше на эмоцию влияющие, либо больше логические какие-то аргументы. Идём дальше. Ошибка номер три. Импровизация. Мы уже говорили, друзья, о подготовке. И поэтому, друзья, импровизация, самая лучшая импровизация, это подготовленная импровизация. Ну, потому что как бы там ни было, человек выступает, может быть, он что-то скажет от себя. Но в среднем где-то, вот если верить статистике, то процентов 30 речи человека, подготовленного, конечно, человека, это идёт импровизация. Но, тем не менее, даже эта импровизация, это подготовленное что-то ранее. Например, шутки даже. Те же шутки. Не думайте, что человек вот прям взял и вам сочинил на ходу шутку. Но это и не значит также, что эти шутки он из раза в раз повторяет, повторяет одни и те же, потому что это тоже считывается, и это уже не интересно. Но, тем не менее, когда вы импровизируете или шутите, вы просто отслеживаете, следите за своей аудиторией, отслеживаете некоторые моменты, реакции её, какие-то логические взаимосвязи, на что аудитория больше реагирует. И, таким образом, уже подстраиваете какие-то ранее использованные вами шаблоны, подстраиваете уже под вашу текущую презентацию, под то, что вы делаете сейчас. Поэтому готовимся, друзья. И, конечно же, импровизация вам тоже поможет, но в какой-то незначительной степени. Что-то вы можете сымпровизировать, как эта семья, да, что-то там импровизирует. Вот. Идём дальше. Друзья, отсутствие контраста – это следующая ошибка. И здесь может быть несколько направлений. Что такое контраст? Контраст – это когда вы меняете что-то в своём выступлении. То есть, это структура, например, структура речи. У вас есть что-то подготовленное, и, например, вы бьёте только на эмоцию. Говорите, боже, это же супер промоушен, можно выиграть, заработать 6 тысяч долларов. Представляешь, 6 тысяч долларов всего за два месяца, это же так круто. Да все скажут, ты молодец, ты заработал эти деньги. Либо вы только с позиции логики говорите той же женщине, например, вечером, да, когда больше работают убеждения с точки зрения эмоций. Вы говорите, вот смотри, 6 тысяч долларов, это значит, что тебе нужно сделать. В твоём товаробороте, закрываешь сэпфира, да, промоушен, ты я сейчас описываю. В твоём товаробороте должно пройти 15 тысяч пиджеви. Что такое пиджеви? Это вот твоя команда работает, женщина сидит вечером и думает, боже, я хочу расслабиться, я хочу что-то, продай мне эмоцию. Но вы только вот логика, 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 и человек не покупает, не покупает мозгами эту вашу идею. Не значит, что он что-то должен купить, покупка, да. Дальше. Отсутствие контрастов в подаче. Это когда вы общаетесь. Здесь сейчас речь идёт и о вербальном, и о невербальном удержании эмоций. Мы об этом сейчас более подробно поговорим. Здесь мы говорим и о голосе, а также о том, как нас считывает человек. То есть наши жесты, наше положение рук, ног и так далее. И, конечно же, если мы забываем с вами об эффекте съеденного яблока. Это тоже ошибка. Что такое эффект съеденного яблока? Это, например, вы съедаете первое яблоко, и классно. Оно вкусное, такое зелёное, сочное. Потом съедаете второе яблоко. И как бы уже, ну, вроде ещё хорошо, но уже, ну, как-то хватит, да. А вот десятое яблоко, если вы съедите, ну, это уже будет совсем уж никуда. Но, тем не менее, вам почему-то скормили это яблоко или морковку. То есть, чем больше, друзья, вы будете, допустим, монотонная речь, или слишком громкая речь, или, наоборот, слишком логическая что-то там, подача, либо слишком на эмоциях, то тем меньше человек вот реагирует на вас. Даже если будет слишком эмоциональное выступление, но, тем не менее, это будет всё одинаково, ровно, вот не будет этих качель. Очень важны эти качели, когда вы общаетесь с человеком, эмоциональные качели. То есть, чтобы он не успел заснуть, как эти люди на картинке, не успевал он просто. Только он, допустим, решит заскучать. Как вы что-то хоп, там, поменяли, что-то хоп, в жестах поменяли, хоп, в голосе поменяли. И так далее. И давайте вот поговорим сейчас с вами о подаче, вербально-невербальном удержании эмоций. Сейчас будем говорить о невербалике. И пойдём мы с вами снизу. Что у нас с вами внизу? Это ноги. Что с ногами? Вот мы вышли. Допустим, вы не спикер, и у вас не камера только, да? Ваши ноги видны. Вы вышли к человеку, либо вы вышли на какую-то аудиторию, вы ведёте презентацию, вы разговариваете. Что с ногами? Оратору должно быть удобно стоять. Так, чтобы он мог свободно жестикулировать. То есть не зажат, вот этого не было скованности. Мало того, что страх нам даёт эту скованность, ещё мы сами себя в такую позицию ставим, что мы сжаты и не можем нормально ни жестикулировать, ни говорить ничего. Не можем раскрыть себя. И поза должна выглядеть естественно для зрителя. То есть зрители вообще не замечают, как говорит оратор, что делают его руки, ноги, что у него там в руках. Всё выглядит настолько естественно, что ваш зал даже этого не замечает, как вы себя ведёте. Ну, конечно же, вот видите, да, мужчина на картинке скрестил ноги, скрещивает ноги, такая несколько вольная позиция. То есть это не позиция переговоров, это не бизнес-подача. Это может быть где-то кто-то в курилке так стоит, да? Либо друзья так общаются, можно вот такая вольная позиция, вольно, условно говоря. Скрещенные ноги вообще это закрытые жесты всё. Психологи, социологи это считывают как закрытые жесты. То есть это не поза для презентации вообще ни в коем случае. Если женщина, например, вышла, представьте себе, вышла женщина на сцену и тоже начинает там показывать слайды, и скрестила ноги, и говорит. Вот скрестила ноги, во-первых, она зажалась, насколько ей удобно вообще делать подачу информации, то есть может она вообще сейчас упадёт, какое-то лёгкое движение, она упала. Во-вторых, ну как выглядит женщина со скрещенными ногами, стоя? Вот она превращается в девочку. И уже девочку слушать, ну как-то менее убедительно вся её речь звучит, да? Вот это вот такая, ну я типа девочка. Поэтому обращайте внимание на свои ноги. Дальше. Идём выше. Что у нас с вами выше? Друзья, вот у нас идут ноги. На что обращаем внимание, когда мы поднимаемся выше? На что нужно обращать внимание? Давайте проверим связь вы со мной. Что у нас выше? На что обращаем внимание? Задачка, да? Итак, задачка. Выше у нас с вами руки. Поза и движение должны гармонировать с тем, что говорит оратор. Правильно я понял? Конечно. И поза должна гармонировать. Поза должна быть открытая. И, конечно же, всё должно соответствовать с тем, что говорит оратор. Ноги – моя проблема. Кстати, о ногах. Вот рекомендации, да? Мы сказали, как не надо делать. Руки, правильно. А как надо делать? То есть ноги, они должны быть свободны. Просто встаньте. Ноги у вас на ширине плеч. Ноги на ширине плеч. Ну, женщина может чуть уже поставить. Но, опять-таки, не обязательно ноги вместе. И какая у вас толчковая, скажем, нога? Или вот ведущая нога, да? Которая вы, допустим, мяч отобьёте. На ту ногу немножко, вот она немножко подаётся вперёд. И на неё делаете, ну, где-то 60% веса вашего тела. То есть вы как бы расположены к своей аудитории, немножко как бы наклоняетесь к ней. Условно говоря. То есть этого наклона не видно. Но вы, допустим, встали ноги на ширине плеч, вы не отклоняетесь назад, наоборот, а немножко как подаётесь вперёд. Таким образом показывая, что вы хотите приблизиться к вашей аудитории в речи. Вот это то, что рекомендовано. Ну, конечно же, ходите, меняйте позу. То есть вы не только стоите, меняйте. К примеру, как это может выглядеть. Вы ходите, опять-таки, меняя контраст, да, мы говорили о контрасте. Он всегда очень важен. Вы можете ходить из стороны в сторону. Но, опять-таки, не устраивайте вот этот челночный бег, когда люди там ты-ды-ды-ды-ды, да, в одну сторону, в другую сторону бегают, бегают. В крайности не впадайте. Не бегайте по сцене из стороны в сторону. Например, вы ведёте беседу, ну, или вы ведёте презентацию, и можно делать так. Одно предложение вы сказали, там, например, медленно сделали несколько шагов в одну сторону, остановились, закончили предложение, и уже следующее предложение, или следующую мысль вы проговариваете, когда идёте в другую сторону. Но это не значит, что вы бежите, просто несколько шагов спокойных, размеренных, как бы, тем самым своим движением тела вы подчёркиваете то, что ваша мысль закончилась, и вы перешли уже к следующей мысли. Но, опять-таки, друзья, всё это должно быть гармонично, и всё это вырабатывается в процессе практики. Потому что, если вы будете ещё на сцене, мало того, что следить за тем, что вы говорите, как вы говорите, ещё и вот эти вот отслеживать передвижения, ноги, как я поставила. А если, так, предложение закончилось, чик-чик, развернулся, поворот, да, и пошёл в другую сторону, ну, это вообще уже будет запарка, да. Поэтому, просто, это всё должно быть естественно. Это рекомендации, попробуйте это, сделайте это один раз, два раза. Посмотрите, насколько это вам импонирует, насколько это гармонично с вашим образом, насколько это вам ложится. Это то, что, рекомендации, то, что считывается человеком, вот, более естественно, то, что человек принимает хорошо, да, вот эти закрытые жесты ногами не нужно делать. Вы просто ходите, либо просто стоите, но не скрещены ноги, а немножко, как бы, подаётесь вперёд к своей аудитории, либо просто делаете несколько шагов. Вы можете менять, допустим, менять положение, вы стояли, вы сидели, вы ходили, затем вы можете просто присесть где-то, потом снова встали и сделали несколько шагов. То есть, меняйте положение, вот в этом контраст, в движении, вот в ваших ногах то же самое. Руки. И поговорим об ошибках в начале. То есть, какие типичные ошибки в жестах руками? Во-первых, это скрещенные руки. Скрещенные руки, вот, буквально все эти жесты, которые здесь перечислены, это закрытые жесты. К этим жестам их психологи причисляют, и, соответственно, когда вы общаетесь с человеком, и вы закрыты, то человек вас не воспринимает. То есть, вы, как бы, не отдаёте информацию, и закрытые для человека, закрытые от общения. Это тоже сразу считывается, значит, вы либо волнуетесь, либо вы что-то скрываете. Ну, то есть, коммуникация уже, ну, как бы, преграда такая, она не будет проходить на 100% гармонично. Поэтому скрещенные руки, закрытый жест, пожалуйста, этого не нужно делать. Руки в области паха тоже, вы закрылись, как будто поза футболиста, боитесь, что сейчас будет гол. Футбол! Прямо, да? Поэтому тоже, знаю, многие ораторы начинающие, или вот чаще всего это в школе наблюдалось, когда вот к доске выходили, да, вот так чик, встали, руки в области паха. Ладошка в ладошке тоже вы закрылись, да, спрятались вот где-то там, ладошка в ладошке, внизу или вверху. Ну, и руки должны быть открыты, открытый жест. В идеале это процентов 70 вашей ладони, процентов 70 повернуто к вашей публике. Руки в карманах тоже, вы спрятались, да, где мои руки, как будто что-то там скрываете, да, в этих карманах. Руки за спиной тоже вы закрылись, вообще не показывайте руки, прячете. Руки в области лица вообще психологами считываются, как будто вы что-то там скрываете или врете даже, может быть, это ложь можно считать. Вот кто смотрел там «Light to me», да, «Обмани меня» о том, как легко считывать человека, просто сканировать его по тому, по вот этой именно той самой невербальной подаче, то, как он держит себя. И можно определить, лжет он, не уверен он в себе, боится ли он, и многое другое. То есть, если руки в области лица, там ухо почесают, может, у человека ухо зачесалось, но чаще, реже оно чешется, чаще это вот эти проявления неуверенности, недоговоренности чего-то, либо лжи в какой-то степени. Предмет в руках. О, да, не берите никакой предмет в руки, потому что многие любят, что, типа, мне некуда девать руки, я не знаю, сейчас я что-нибудь возьму, вот возьму телефон и буду его там теребить из руки в руку, там, может быть, в качестве указки использовать. Не надо, это, ну, потом люди будут смотреть только на ваши руки, на этот телефон, либо ручку, которую вы там крутите-вертите, колпачок нажимаете, откручиваете ее, ломаете. Если вы особенно волнуетесь, то вы начинаете впиваться буквально в этот предмет, лучше его вообще не брать в руки, исключите его, пожалуйста. Соединенные пальцы. Это тоже, ну, как бы такой закрытый отчасти жест, да, когда вы соединены там пальцы, может быть, сами по себе вот так соединены, либо вы там сжали их, вот такой замок взяли, тоже закрылись. И пальцы ромбиком, это вот любимый жест Ангелы Меркель, да, пальцы ромбиком, это из разряда, а я сегодня купила хороший суперклей. То есть будьте осторожны суперклеем, это как вот мистер Бернс, тоже любимая его поза, да, знаете мистера Бернса из Симпсона. Кто знает мистера Бернса, лично знаком, поставьте троечки, пожалуйста, в чате. То есть вообще-то психологами, социологами почему-то эта поза отчасти приветствуется. Ну, не то чтобы приветствуется, но считается, что это хорошая поза, то есть можно в ней находиться. Типа эта поза обозначает концентрацию, то есть вы сконцентрированы. Вот Ангела Меркель тоже, она когда, у нее спрашивали, что это за жесты, почему вы все время там на всех фотках вот с этим ромбиком, почему, почему, почему... Ну, и фотографируется, и вообще ведет себя, вот когда выступает, тоже она с этим ромбиком. Почему? Это на самом деле концентрация, то есть человек это все нормально, типа хорошо. Но публикой, публикой, вашим собеседникам это считывается почему-то не очень хорошо. То есть если еще они направлены вверх, то это типа концентрация, но все равно вы как бы вот закрылись, да, в домике. Если же направлены на человека вот так, то это вообще как будто бы оборона, как стрела, как будто бы, ну вот представьте, на вас смотрит человек и вот так руки держит. То есть такое впечатление, что как будто он стреляет вас там чем-то. То есть вы закрылись, ну, соответственно, ладони тоже не видно, вы закрыты. То есть оптимально это руки расслабленные, может быть они внизу, но иногда подымается на уровень талии. Свободно вы ими жестикулируете, открытые жесты, где-то в области вот такого прямоугольника они у вас там могут ходить. То есть не слишком высоко не надо вот эти жесты, там у меня, видите, даже в камеру рука не помещается, когда я хочу там что-то, призыв какой-то к действию сильный сделать. И внизу они у вас не болтаются, то есть где-то на уровне от области талии до области плечей вы ими, так сказать, манипулируете, да? Вверх-вниз, что-то показываете, открыты, жесты бывают руками. Они должны быть, во-первых, открыты, как я уже сказала. Кроме того, они бывают еще рисующие или визуализирующие. Когда, например, вы говорите, это пошаговый план или там, пожалуйста, остановись. Вот такие жесты или там деньги, да, вот вы там показываете, демонстрирующие такие жесты там. Или осталось всего одна единица продукции. Это то, что вы показываете. И жесты бывают так же вот как завершающие. То есть покажите человеку, что вы закончили, например, свою мысль. И я всех благодарю за внимание. Всем спасибо. То есть тем самым вы и интонации свои подчеркиваете, что все, моя речь подошла к концу. И жестами, руками тоже показываете, что все, я завершу. Мистер Бернс – это такой злодей из Симпсонов Андрей. В свое время я очень любила этот мультфильм, но уже, наверное, это время прошло. Мы с вами идем дальше. Голос. Голос. Что там у нас по времени? Мы уже подходим к концу. Но про голос тоже мы должны сказать. Здесь вы можете прочитать характеристики плохого голоса, характеристики хорошего голоса. На пятки, друзья, это все условно хороший, плохой голос. Гнусавый, резкий, хрипкий, дрожащий. И самое главное – это то, как вы владеете этим голосом. И как вы можете управлять голосом. Что мы делаем с голосом? Мы можем делать контраст на голосе следующим образом. Первое – это скорость. То есть вы можете говорить быстро, быстро и в то же время понятно, разборчиво это должно быть. Либо вы можете говорить медленно. Дальше. Вы можете говорить громко. То есть голос может быть громкий, но опять-таки в определенный момент и не всегда вы кричите. То есть если этого только требует определенный какой-то участок вашей речи, что-то вам нужно подчеркнуть, сделать какой-то призыв, и тогда вы говорите громко. Либо вы говорите тихо. Опять-таки можно тихо-быстро, но лучше тихо-медленно. И тем самым вы тоже можете привлечь внимание вашей аудитории. К примеру, вы вышли, а аудитория почему-то начала там… Еще пока шумит, кто-то там присаживается. Вы вышли на презентацию, да? И можно закричать, друзья, давайте садитесь, мы сейчас уже начинаем пытаться перекричать. Либо второй вариант. Можно выйти и начать тихо что-то говорить. И тогда все… Большая вероятность того, что все успокоятся и начнут к вам прислушиваться. Вплоть до того, что будет слышно, как муха пролетит. Вы говорите тихо, и все затихли и хотят услышать, что же вы говорите. Поэтому вот эти манипуляции голосом тоже вы можете делать для того, чтобы создать контраст в вашей речи. И, конечно же, паузы. Делайте паузы. Что такое пауза? Это промежуток в речи порядка трех секунд. Причем делайте такие паузы, чтобы вам даже самим стало немножко как бы неловко и хотелось бы заполнить эту паузу. Но ни в коем случае этого не делайте. Пусть эта пауза будет выдержана. Эта пауза подчеркнет важность ваших слов. Причем паузы могут быть разные. То есть это может быть пауза, допустим, после каждого предложения. То есть вы завершили свою речь и сделали паузу. Когда вы начинаете следующее предложение, уже прошло не менее трех секунд. Либо пауза может быть там после словосочетания. Где-то вы разбиваете предложение на участке и делаете определенные паузы. Характеристики плохого голоса. Это гнусавый, резкий или скрипучий. Например, да? Я привожу примеры. Либо, если это там что-то мега-важность, нужно придать тому, что вы хотите сказать. Можно даже делать паузы после каждого слова. Например, будьте там, где все происходит. Вместе мы достигнем больше. Вот такие примеры пауз. Опять-таки громко, тихо, быстро, медленно и делайте паузы. Пауза это очень классная штука. Она придает важности вашим словам. И вместо того, чтобы, например, ту же паузу, если вы задумались, например, что-то вспоминаете или формулируете себя в голове, Вместо того, чтобы произносить вот это «э», некоторые говорят, что это признак того, что человек открыт, когда он говорит «э». Но сравните, друзья, если ваш доход зависит от того, как вы говорите, то это, например, да? Либо вы говорите, если ваш доход зависит от того, как вы говорите, то вам, несомненно, нужно освоить навык публичных выступлений. Видите разницу, да? То ли мы экаем, то есть вроде бы мы открыты, и все тоже экают зачастую, я тоже экаю, но эти паузы, они гораздо более дорогой делают вашу речь, скажем так. Более такой подкупающий, что ли. Более дорогой. Супер! Зрительный контакт, друзья. И зрительный контакт. По имеющимся исследованиям, друзья, во время общения люди смотрят в глаза, глаза в глаза, от 20 до 50% времени, когда вы общаетесь с собеседником. Влюбленные смотрят 60-80%, а руководители и профессионалы 80-100% времени, потому что это очень важно, иметь зрительный контакт. Вот вы, например, общаетесь с вашей аудиторией, если это, конечно, один человек, вы всегда смотрите ему в глаза, всегда смотрите ему в глаза, иначе это просто вы как будто, опять-таки, то ли каким-то самолюбованием занимаетесь, то ли импровизируете, может быть, если что-то куда-то смотрите в сторону, что-то вспомнили вниз, вверх, смотрите в глаза, есть же разница, то ли я вот, допустим, о чем-то говорю, смотря в одну сторону, то ли, к примеру, когда я говорю с вами, смотрю вам четко в глаза, наверное, разница есть. Когда можно считать, что зрительный контакт завершен? Общаетесь вы с вашей аудиторией, допустим, там сидит 3-5 человек, вы смотрите на человека, и это может быть несколько секунд, там 3-5 секунд. Смотрите, что человек обязательно среагирует на ваш зрительный контакт, это будет какая-то, может быть, улыбка, может быть, он кивнет, может быть, это какой-то знак глазами будет, но вы поймете, что человек уже теплый, вы его подогрели, то есть представьте, что перед вами сидят такие ледышки, и вам их нужно разогреть. Соответственно, глазами это сделать очень легко. Вы посмотрели, получили галочку, человек отреагировал, вы переходите к следующему человеку, не знать, что один за одним, один за одним, выборочно, на одного посмотрели, на другого посмотрели. И тогда, знаете, как бывает, что люди выходят с презентации и говорят, блин, он на меня все время смотрел, всю презентацию, как, знаете, бывают любимчики у преподавателя, а преподаватель просто грамотный оратор. Например, он делает так, что каждый студент считает, что преподаватель смотрит именно на него. Представляете, вот таким вот образом. А он просто устанавливает зрительный контакт поочередно с каждым из студентов. Вот. То есть завершаете зрительный контакт легкой улыбкой, если вам ответили тем же, значит, вы сумели вызвать к себе симпатию. Если человек смотрит вам в глаза, потом ненадолго отводит взгляд, а затем снова восстанавливает зрительный контакт, значит, можете смело подходить к нему и начинать общаться. Если аудитория больше, например, там, 100 человек, что делать? Друзья, так еще легче в какой-то степени, потому что вы работаете блочно, но только в данном случае удерживайте контакт там порядка 10 секунд. Выбирайте, например, вы на сцене, большой зал, выбирайте там правая сторона, вы повернулись туда и жестикулируйте, обращайтесь к ним, к этой правой стороне. И тогда каждый из сидящих будет думать, ах, это ж надо, сколько людей в зале, а он говорит именно со мной. Представляете, как классно. Затем меняйте, обращайтесь в другой части зала, потом обращайтесь, как будто всем, делая такой рассеянный взгляд по всей аудитории. Но глаза всегда должны быть направлены к тому, с кем вы общаетесь. Один это человек в личной встрече, небольшая презентация, если это вебинар, то ваши глаза не блуждают где-то в потолке или в полу. И, конечно же, если это большой зал, то тоже вы работаете блочно и вызываете у всех ощущение, что смотрите и уделяете внимание каждому, каждому человеку. Ошибка номер пять. Не продавать. Как сказал Джордан Белфорд, продажа это никакое не зло, как принято думать, а наоборот, это чудесная вещь. Настоящее искусство, способное приносить большие деньги. А продавец это не алхимик, а старатель, который не создает клиентов, но ищет их. Кто такой Джордан Белфорд? Друзья, посмотрите обязательно, я вот много слышала, но, наверное, смотрела когда-то давно, а недавно пересмотрела снова фильм «Волк с Уолл-стрит». Кто смотрел этот фильм? Четверочки поставьте, пожалуйста, в чат. Главная роль Леонардо Ди Каприо. Это действительно потрясающий фильм, фильм-пример, фильм-биография «Как уметь грамотно продавать». Биография этого человека тоже уникальна, я рекомендую вам почитать. Возьмите, откройте Google, вбейте Джордан Белфорд, вы удивитесь, какой необычный человек, и как он смог подняться, затем снова упасть, и затем стать оратором, спикером и мастером вот тех же публичных выступлений, он учит, как правильно продавать. Наталья, Татьяна, смотрели, Людмила, посмотри обязательно, действительно потрясающий фильм, вот стоит пересматривать снова и снова и учиться в этой манере. Конечно, биография у человека довольно сложная, погуглите, сегодня не тема нашей школы Джордан Белфорд, но тем не менее. Есть тренинги Белфорда, да, даже в Ютубе есть тренинги Белфорда. Я вам сейчас, друзья, представлю вот буквально 10 принципов Джордана Белфорда. Я не буду сейчас обращаться к каждому из них, потому что, ну, тут еще реально можно на час увлечься и идти дальше, и дальше, и дальше. Все-таки у нас с вами время лимитировано, поэтому почитайте, пожалуйста, эти принципы, можете себе сфотографировать, сделать скриншот этого слайда и следующий еще слайд сделайте. И в Бете, в Ютубе принципы тренинги Белфорда, это действительно уникальный человек, у которого была своя инвестиционная компания, как он в ней взлетел, имея яхты, вертолеты и миллионы долларов, затем все потерял, сел в тюрьму и как снова поднялся, и какой он мастер все-таки продаж. Конечно же, все то, о чем мы с вами говорили, имеет пересечение с вот этими 10 основными принципами философии от Джордана Белфорда. И о том, что вы должны быть нацелены на вашу целевую аудиторию, и о том, что нужно продавать через эмоцию, когда вы передаете заряд, вот этот плюс один, да, о котором я говорила, передаете другому человеку. О том, что вы актер на сцене, но тем не менее не увлекаться вот этим тем самым театром. Вы о том, что в этот важный момент, что у вас есть всего 4 секунды, чтобы произвести первое впечатление. Если вдруг что-то не заладилось в первые 4 секунды, то потом уже может понадобиться минуты, минуты, вот как он говорит, не менее 5 минут, чтобы развеять создавшиеся сомнения. Обязательно должна быть стратегия, убеждение и вера в ваш продукт, то, о чем вы говорите, то, что вы продаете, и от этого будет зависеть напрямую то, как вы говорите, насколько вы убеждены, насколько горят ваши глаза, какую энергию вы вкладываете в сказанное. Следующий слайд тоже сделайте скриншот, буквально вкратце этика, там нужно продавать только то, что клиенту на самом деле нужно, но Стив Джобс этим может не согласиться, он не выявляет потребности, он создает потребности. Ну, это в свое время он говорил, Стив Джобс. Поэтому тоже такой интересный момент с позиции этики, убедите человека в том, что ему это действительно нужно, если он даже не думал это покупать, да, это из разряда вот этот коэффициент, когда больше единицы. То, что мы говорили в самом начале с вами. Единственная причина отказа – это нет денег, а все остальное демонстрация неуверенности к тому, что вы продаете. Возражения только скрывают неопределенность. То есть, что касается возражений, тоже у вас должны быть, вы должны быть подготовлены, у вас должны быть ответы на возможные возражения, которые вы в случае чего проговорите. То есть, часто встречающие возражения всегда присутствуют. Поэтому уже знайте, что вы скажете в случае каждого из них. А еще лучше предотвратить эти возражения. Например, вы можете обозначить так, что у нас часто спрашивают то-то, то-то, то-то. И именно поэтому я бы хотела сказать, что то-то, то-то, то-то. Там возражения по поводу, там, дорого, по поводу того, что там стволовые клетки, да, предотвратите этот вопрос, чтобы не вызывать дискуссию. Проговорите об этом в самом начале. Вы должны быть уверены в том, что говорите. Уверены в себе, в продукте, в компании. И, конечно же, очень главное, это ваши принципы и вера в успех. То есть, если вас что-то сдерживает, то вы не контролируете свою жизнь. Обстоятельства нужно создавать, иначе обстоятельства будут управлять вами. Концентрируйтесь на успешном видении вашего будущего. Концентрируйтесь на стандартах высокого уровня. И передавайте ваш энтузиазм клиентам. И, друзья, начинайте прямо сегодня. Начинайте прямо сегодня. Я даю вам небольшое задание. Но я думаю, это задание вы можете сами себе дать. Я вам для этого не нужна. Просто для того, чтобы вы начали. Вот прямо сегодня. Первое. Это начните говорить. Пусть это будет даже просто камера вашего телефона. Снимите простой ролик. Пятиминутный ролик. О чем угодно. О чем вы хотите сказать. Представьте, что вы общаетесь с вашим потенциальным партнером. Представьте, что вы говорите о продукте. О какой-то услуге. Представьте, что вы делаете презентацию компании. Да что угодно. Представьте, что вы делаете ваше предложение как бы коротко, лаконично, тезисно. Запишите это. Запишите любой вообще ролик. А затем просто просмотрите его. И уже для себя сами определите. Что так, что не так. Что вам нравится. Что не нравится. Что еще нужно проработать. В чем нужно еще совершенствоваться. И это уже будет важный шаг в вашем развитии. И следующее задание, друзья. Это 30-ти секундная презентация вашего бизнес-предложения. Это очень важный момент. Я уже много раз сталкивалась с тем, что, знаете, оно у меня не меняется в голове. Но бывают такие случаи, такие ситуации, когда нужно ее, ну реально, вот прямо взять и за 30 секунд изложить. Вот Наташа Федорова мне рассказывала тоже, когда была на одном тренинге, довольно-таки крутом тренинге у Гандапаса, да. То общалась с людьми довольно высокого уровня, успешными бизнесменами. И человек спросил, ну расскажи мне, ну что у тебя за бизнес, что за бизнес-предложение. Сделай мне там трехминутную, да, или вот сколько он сказал презентацию. Буквально вот в 30 секундах, чтобы суметь человека убедить в течение этих 30 секунд. Выберите самые главные аргументы, не перенасыщать его информацией, но тем не менее сделать так, использовав интригу, чтобы в 30 секунд вложить все самые сливки, все самое то, что вы хотите дать. Чтобы человек был заинтересован, не перекормлен, или чтобы он захотел задать следующий вопрос, чтобы вы могли договориться, например, о следующей встрече, чтобы вы могли договориться, например, о том, чтобы завести человека на онлайн и так далее, и так далее. 30 секунд. Как помните, да, Джордан Белф рассказал? 4 секунды, чтобы создать впечатление. У вас есть 30. Не перегрузите человека. Используйте это время с пользой. И, друзья, публичные выступления – это вершина коммуникации. Не бывает хороших ораторов, которые теряются в личном общении. На самом деле это так. Наталья Федоровна может за 10 секунд рассказать, не за 30. Да, Наташа суперпрофессионал. Это вот Наташа рассказала, какие могут быть примеры. То есть человек действительно может вас сам спросить. А если вы едете в лифте, например, зашли в лифт, и вот у вас есть только эти 10 секунд, пока вы подниметесь с этажа на этаж, то, конечно же, используйте это время. У вас должна быть какая-то определенная заготовка. Плюс-минус, конечно, ориентирована на вашу целевую аудиторию, смотря с кем вы едете в лифте, что за человек такой, да. Поэтому, друзья, начинайте. Если вы считаете, что вы недостаточно хороши сегодня для этого, что мне нужно еще прослушать тренинг какой-то по радорскому искусству, посмотреть 8000 видео на эту тему, пока я еще не начну, то, пожалуйста, я вас очень прошу, отбросьте этот перфекционизм, отбросьте, просто начинайте делать. И уже ваш с опытом придет и уверенность, и навыки. Вы будете меняться изо дня в день. Вы сами удивитесь, как вы меняетесь. Это действительно потрясающе. Просто начинайте, просто делайте. Помните, важные моменты. Это подготовка. Всегда готовьтесь. И практика. Ну, импровизация, конечно, останется какое-то место, там, 30%. И вкладывайте энергию в то, что вы говорите. Любите то, что вы делаете. Любите то, чем вы занимаетесь. Друзья, сегодня получилась у нас с вами немножко длинная школа. Но я надеюсь, что она была полезна. Попрошу от вас все-таки обратную связь. Поставьте, пожалуйста, по 10-ти бальной шкале, насколько полезна была информация сегодня. А я с вами тем временем буду прощаться. Желаю вам успеха. Желаю вам, чтобы ваше выступление, ваш навык коммуникации только совершенствовался изо дня в день. И поэтому будьте успешны. Будьте уверены в себе. Используйте адреналин в свою пользу. А с вами была сегодня Елена Витюк. Я желаю вам всем отличного понедельника и отличного начала недели. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok